Ксения Вараксина Ксения Вараксина Ксения Вараксина Но преодолевая тошноту, я подошел к той самой лестнице. Она была здесь ровно столько же, сколько и я. Все человеческие жизни и еще долю секунды. Я прикоснулся к ней впервые и сразу же отдернул руку. Она была теплой. Это чувство было для меня незнакомым. Чувство теплоты другого предмета. Мне вдруг стало казаться, что мир вокруг может полюбить меня. Я стал подниматься вверх. Первая ступень. Я был на ней так долго и так мало. Вторая ступень. Кто я? Впервые этот вопрос эхом отдался в моей голове. Третья ступень. Кажется, я поднимаюсь целую вечность. Четвертая ступень. Совсем редко мне снились сны. Липкие, холодные, с постоянным шипением внутри них. Пятая ступень. Мой мир всегда казался мне идеальным, и мне не хотелось ничего менять. Шестая ступень. Я слишком сильно устал. Может, стоит вернуться? Седьмая ступень. Я с силой ударился головой обо что-то. Это и есть потолок. Никогда я не был так высоко. Подо мной открылась бездна, полное отчаяния и спокойствия. Я никак не решался поднять руки и найти ручку, открывавшую конец моего мира. Я просидел на седьмой ступени, как мне казалось, несколько часов. При этом они казались мне минутами. Нет, долями секунд. Но разве я зря забирался на такую высоту? Неужели я не узнаю, в чем был смысл всего? Сколько времени я еще просижу на холодном полу? А вдруг весь мир такой же теплый, как лестница? Я поднял руку. На ней отображалось мое горячее дыхание. Вот оно. Взяться. Покрутить по часовой стрелке. Легкий щелчок. Совладать бы с кровью в груди и висках. Силой оттолкнуть дверцу. Очнулся я на полу. Глаза болели от яркого света, ослепившего меня. Уши болели от тишины. Шипение исчезло. Надо мной был квадрат мира. Черное небо, наполненное осколками моих снов. Они сияли, такие далекие и такие близкие. Весь квадрат был заполнен ими. Сколько их там? Чем больше я смотрел, тем больше их становилось. И тем страшнее мне было. Подняться по лестнице, захлопнуть ненавистную дверь. Вот мое первое желание. Но я пересилил себя. Я заставил себя лежать и смотреть на мир. Он был необъятен и пугающе тих. Меня пугало его мерцание. Сколько я так пролежал, мне неведомо. Точно помню, что я засыпал не менее трех раз. Каждый раз, просыпаясь, я надеялся, что мир стал другим. Но он был неизменен. Он пугал и очаровывал меня. Я со страхом начал разглядывать место моего заточения, мой куб. Он был черного цвета. Совсем такой, как я и думал. Пролежав так целую жизнь, я решился встать. Став ближе к миру, я попробовал понюхать его. Он ничем не пах. По крайней мере, мне так казалось. Я решил сделать вторую попытку познания мира. Я поднялся на седьмую ступеньку, сделал глубокий вдох и выглянул из двери. Я поднял выше куба всего лишь глаза. Но и этого мне было достаточно. Мир вокруг оказался таким же однотонным, как в квадрате, видимом мне с пола куба. Только мир этот был везде. Сверху, по бокам, везде, куда доходил мой взгляд. Испытав радующее меня разочарование, я спустился. Я хотел закрыть дверь, но передумал. Не зря же я проделал такой пугающий путь. Жизнь текла своим руслом. Холодный пол, сон, квадрат мира, теплая лестница. Я стал бывать около нее чаще. Мне понравилось ее тепло. Такое непонятное и такое приятное. Я все чаще стал сидеть рядом с ней, смотря в мир. И чем больше смотрел, тем больше я стал замечать, как он меняется. Некоторые его осколки меняли цвет. Некоторые исчезали. Некоторые появлялись. Я назвал их звездами, ведь всему нужно свое имя. Эти осколки оказались всепоглощающими и чарующими. Пожалуй, мое место где-то здесь в данный момент не самый худший выбор места жительства. Так прошло несколько лет. По крайней мере, мне так казалось. Однажды утром все изменилось. Лестница стала холодной. Я попытался согреть ее своим теплом. Но она оставалась холодной и чужой. Квадрат мира немым укором говорил мне, Что я в своей жадности отобрал тепло у единственно приятной мне вещи в кубе. Время неумолимо шло, останавливаясь в районе лестницы. Мне стали сниться кошмары. Мне бредилось, что куб становится меньше, Что он сжимает меня, и я не могу выбраться из него. Просыпаясь, я ходил по трем метрам тишины и спокойствия И понимал, что мой мир пока еще цел. Но трещины шли по моему телу. Грудь нестерпимо ныла от усталости и злобы. Шум в голове становился невыносимым. И чтобы избавиться от этого, я решил выйти из куба. Я взлетел по семи ступенькам, даже не почувствовав их холода. Я вышел из куба. Мир. Он оказался всеобъемлющим, как я и догадывался. Он был сверху, по бокам и снизу. Необъятный, глубокий. И такой теплый. Мне захотелось прыгнуть в него, чтобы почувствовать утраченное тепло. Я решил проверить. Вдруг лестница вернулась в мой мир. Я спустился по ней, обжигая ладони холодом одиночества. Нет, она осталась такой же ледяной. Я разозлился на нее, ударил ногой со всей силы. И впервые в жизни я заплакал. Мне стало обидно, что она остыла. Как она посмела, ведь у нее был я. Что мне остается делать? Со злости я ударил лестницу еще раз и снова вышел из куба. Мир больше не пугал меня. Страшнее всего мне был холод в моей лестнице. Продолжая плакать, я понял, что теперь не смогу спать. Я разозлился на куб, на лестницу, на три метра, на мир и решил ударить его. Ведь я думал, что он лишь немного больше моего мира. И я пнул его со всей своей силы. Но мир был больше. Он был бескрайний. Я перестарался и упал с куба. Так начался мой полет. Куда я летел, я не мог понять. Я летел и вверх, и вниз, и в сторону. Мой куб становился все дальше и дальше, все меньше и меньше. Мне стало страшно, что я больше никогда не увижу свою лестницу. Не почувствую ее холода, вдруг ставшим не таким необходимым. Но мир поглощал меня безжалостно, без остатка. Три метра постепенно превратились в три сантиметра. И в итоге просто исчезли. И я уже забыл, где был мой куб, откуда пришел я. Мне навстречу неподвижно летели звезды. С тех пор, как куб исчез, мне казалось, что я стою на месте. Подо мной не было ничего, кроме звезд. Надо мной ничего, кроме расплывшегося в яркие точки времени. После десяти снов я смирился. Теперь мне стали сниться красочные сны. Я видел лестницу, покрытую звездами. Я видел неведомые мне планеты, населенные мною. Наяву я стал мечтать, что когда-нибудь я встречу мир, который будет рад мне. Но лишь одно мне было ясно. Выйдя из куба, я понял, как сильно мне хочется вернуться на тот холодный жестяной пол. В начале было слово. Аудиокнига Плюс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok